Всем привет! Я Сергей Макрушин и это Важное из Крыма. Специально для вас мы выбрали самые интересные моменты, которые прозвучали в эфире радио Крым Реали на этой неделе. Поехали! Курортный сезон в Крыму начнется не раньше 15 июня. И это только для жителей Крыма. Так выглядит план выхода крымских курортов из режима карантинных ограничений, который подготовило Российское Министерство Курортов и Туризма Крыма. На втором этапе должны заработать гостиницы и отели, а для туристов будет введен электронный учет. По логике крымских властей начнется это не раньше конца июня. Как крымский туристический бизнес будет выходить из карантинных ограничений и поедут ли в этом году на крымский полуостров отдыхать россияне? Об этом говорили в эфире радио Крым Реали. Мы наблюдаем сезоны с 95-го года. У нас, например, по погоде были годы сезоны, когда июль полностью вышибала из-за дождей. Два дня солнца, три дня дождь. Средний солнца, два дня дождь. Кроме того, последние годы, все 2000-е фактически, переход от... Ну, грубо говоря, вот идет там загрузка сезона какая-то там исчезонная, 23 тысяч в месяц, по данным, опять же, статистики Минкурорта. Потом на майский всплеск, потом идет потихонечку рост, 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 рост главный. А потом идет переход на подъем, точка перегиба, подъем на заполнение. Точка перегиба, подъем на заполнение, она все 2000-е начиналась не раньше начала июля. Если сезон начнется с 1 июля, он ничем не будет отключаться, скажем так, особенно от большинства сезонов, которые были в 2000-х годах. Я думаю, что к началу июля вообще, по идее, должно уже все снимать, потому что... Ну, ребят, ну какой карантин три месяца? Молодец, о чем разговор? В разных регионах по-разному открывается у нас сезон летний. Но вот санаторно-курортный сезон, слава богу, в Краснодарском крае все-таки стартовал. И, конечно, предприятиям крайне сложно сейчас выходить, потому что требований много. Они требуют в том числе и финансовых затрат. А мы знаем, что все-таки несколько месяцев был абсолютно простой, поэтому, конечно, сейчас это тяжело, но, к счастью, все-таки процесс начался. Что необходимо? Это необходимо больше информации для туристов, для туроператоров, для турагентов, для самых предприятий. Причем информация вовне, там, где из любого города России можно будет увидеть, что происходит в определенном регионе. В целом, все равно какого-то взрывного роста не будет. По многим причинам, и по причинам беспокойства за свое здоровье, за свои финансы у людей, это понятно. И по причинам того, что не до конца ясны условия отдыха, а он должен быть комфортным. В связи с этим, конечно же, полной какой-то замены, вот что все, кто не поехал в Атланец, приедут на внутренние курорты, вряд ли будет. Не восстановлено авиасообщение, а это одно из главных условий для, например, выездного туризма. Мы еще не можем понимать, в какие страны, возможно, полеты, чартерных рейсов. Пока только догадки, пока только отдельные страны заявили, что с 1 июля они открывают свое пространство, но непонятно для каких стран. Поэтому украинский туризм, как и в принципе европейский, оказался в очень сложном положении. И сейчас очень большое внимание уделяется именно развитию внутреннего туризма, потому что мы все понимаем, что больше половины лета это будут поездки украинцев по Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Берлине обсудил с международными партнерами создание платформы о неизбежной деоккупации Крыма. Другой важной темой этой встречи была защита крымских узников Кремля. Тем временем бывший так называемый прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, обратилась в ООН с требованием повлиять на Украину в вопросе возобновления поставок воды по северокрымскому каналу. В ответ глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, цитата, не планирует помогать России решать ее проблемы как оккупанта. Каким может быть формат переговорной платформы по Крыму и как на встречу в Берлине отреагировали в Москве? Об этом говорили в эфире радио Крым Реалии. Про Крым говорили дуже багато на прес-конференції з Гейкомасом. Справді був цей меседж про те, що у українського міністра, про те, що треба важливість доступу червоного Христа до незаконно отриманих неволі українців в Криму і на території Росії. Був меседж про те, що за гратами перебуває багато кримських татар, і що репресії проти кримських татар є цілистримованою політикою, цитата, російських вадок в окупованому Криму. Далі також говорили про те, що буде, ну, зараз взагалі в останній часу говорить багато про цю можливу міжнародну платформу щодо Криму, який буде обговоритись в процесі деокупації. Один аспект залишився без відповідей. Було питання про те, чи обговорювалось у Берліні питання міжнародної моніторгової місії в Керченській протосі, яку активно останні роки намагаються приватизувати Росію, особливо після побудови Керченського моста. Ну, якось не відповіли на це питання. Украина буде предлагати отдельну платформу для переговорів по Криму, і тут стоїть отметити, що Росія пока публічно відказувається від любих форматів переговорів по Криму. Утверджають в Кремле, що вопрос Крима закрит навсегда. В частності, вот такі формулировки використовались. Главна обща закономерність в немецкому обществі і в немецкому політиці – це нежелання йти на якісь резкі шаги, конфлікти. Це вообще характерно для нынешній Германії, нежелання. Пока Путину власть никакой возможностей я не вижу. Це просто абсолютно исключено. Це на Крим... Слишком он багато поставив на Крим і фактично позиціонується, знаєте, як такий царь-об'єдинитель русських земель, це освободитель Крима. Для нього це, ну, в идеї фікс просто. І в той же день, коли міністр іностранних дел України Дмитрий Кулеба зробив це заявлення по воді в Криму, в той же день депутат Госдуми Росії з аннексуваного Крима Наталья Поклонська у себе в телеграм-каналі сообщила о том, що направила письмо верховному комісару ООН по правам человека. І в цьому письмі она просит організувати дипломатичні переговори по возобновлению поставок води з України в аннексуванний Крим. Поклонська отметила, що готова, цитирую, к проведенню дипломатичних переговорів по даній темі і надеється на конструктивний діалог. Конец цитати. Отмечу, що у самого комісара ООН по правам человека пока никак не комментировали информацию о такому обращенні. Поклонська в цьому своєму заявлі також призвала президента України Владимира Зеленського к діалогу по вопросі подачи днепровської води в Крим. Ну, я думаю, що все-таки, надеюся, за цими словами стоїть безусходність, поскольку проблема водоснабження в Крим, она не рішена і не може бути рішена. Чому для очередного рупора пропаганди вони вибрали именно госпожу Поклонську, то це вже об'яснимо. Тут даже цель не стільки вода, скільки вже просто, ну, нікий діалог между офіціальними международними структурами і фейкової депутацією, поскольку сам діалог з госпожою Поклонською, офіціальних чиновників ООН, це вже для россиян некий успех, поскольку, ну, фактически, с кем вони говорять? вони же говорять не з яким-то офіціальним російським деятелем, вони говорять з достаточно фейковим персонажем з японського аніме, який росіянин использують, ну, в своїй політиці. Работники судостроительного завода «Залив» заявили о задержці і неполній виплаті зарплаты, анонсували забастовку і пригрозили массовими увольненнями. Руководство «Залива», в свою очередь, цю інформацію опровергає, а российська поліція почала расследование уголовного дела о якобы дезінформации о готовящійся забастовці на «Заливе». Так була ли на самом деле забастовка на «Заливе», які претензії предъявляють рабочі к своєму руководству і як проблеми з фінансуванням можуть отразитися на выполненні оборонного заказа «Россії», який частично розміщен на керченському заводі «Залив». Об этом в следующем блокі. На судостроительному заводі «Залив» в Керчі на 1 июня була анонсувана забастовка рабочих. Об этом они утверждають, що за прошедший місяц им уменьшили зарплаты, в связи з цим сотрудники увольняются. Издання Керч-ФМ опубліковало слова роботників трубного цеха судостроительного завода «Залив». Я процитирую. С понедельника, имеється в виду 1 июня, на заводі «Залив» офіціальна забастовка трубного цеха. Рабочі недовольні, як ім позакрывали наряди. За прошедший місяць на 40-50%. В связи з уменьшенням зарплат за последне время увольняються до 50% рабочих. Генеральний директор отсутствует на месте. Все вопросы решаються дистанціонно. Новая политика по сокращению расходів і економії фінансів відразилась на зарплатах. Завод теряет крупні закази, їх отдають в Выборг или на Звезду. Работати фактически скоро станет некому. Завод разваливається. Сьогодні собрался трудовой коллектив трубного цеха і провели собрання о начале забастовки з понедельника. Направили письмо руководству, наряди їм отказалися закрывати, хоча люди работали. Завод начало трясти после прокурорської проверки і увольнення бувшого директора. Кроме этого, його портрет сняли з доски почета на Ленина, виявили многомиллионные хищения і недостроений дворец на берегу Чорного моря. Фінанси, виделені государством на госзакази, були растрачені, а корабли недостроені. Новий директор не помог. На заводі жістка економія, що отразилась на зарплатах. Люди начали разбегаться, корабли стоять недостроені, деньги потратили, а достраивать не на що. Нові закази давати не хотят, строительство нових местралей на заводі залив под вопросом. Письмо направили директору в Зеленодольск, там прийшла отписка, люди остались без зарплаты, так как за місяць работы им отказались закрывать наряды, рассказали тогда рабочие. Итак, забастовка в понедельник действительно началась. В 7 утра рабочие не заступили на смену, а собрались в красном уголке. К 9 часам на место подтянулся правсоюз, приехало руководство, как нам пишут, аж из Зеленодольска, и пообещали закрыть наряды на 100%, полностью все выплатить. После этого фактически забастовка была свернута, это произошло в 10 утра, 3 часа она, по сути, продолжалась. Но рабочие сообщают, что российская полиция теперь расследует уголовное дело о ложной информации о забастовке на заливе. Официальных сообщений о расследовании такого дела нет. И руководство залива уже выступило с опровержением информации о забастовке. Кроме того, в тот же день, 1 июня, информационное агентство ТАСС опубликовало очередную новость о заключении контракта Минобороны с заводом залив на 100 миллиардов рублей. Единственная новость, которая есть, это то, что к финансированию на первом этапе будет возможно. Подключен банк международных расчетов и северо-осетинские компании. Но это надо подтверждать. То есть это нестандартное будет финансирование, поэтому зря искать в госзакупках. Все это из-за того, что могут быть санкции. Поэтому у них наработана модель, которую они отработали у нас на оккупированной части Донбасса. Это финансировать через банк международных расчетов, который экстратериальный, ну и такой механизм. Народ, который, естественно, он басковать не будет, потому что им пообещали перспективу. Это все наведение шороха среди людей просто. Народ чувствует, что будет какая-то левая схема финансирования. Тем более, что люди прекрасно знают, что творится в Дагестане после назначения казанских татар туда во главу республики директивным методом. Поэтому все это пойдет мимо Симферополя, грубо говоря. Поэтому для Крыма, которая является физически частью Ростовской области в ходе оккупации, так получилось, та же модель, которая для Дагестана, она дублируется. Нет никаких оснований полагать, что у конкретного судостроительного предприятия нет всех болезней, которые присущи российскому оборонно-промышленному комплексу. А именно закрытость, которая позволяет... Коррупция расцветает там, где нет общественного контроля. А мы не знаем ничего об оборонном заказе. Ну вот смотрите, важнейший заказ, который серьезно повлияет на жизнь и Керчи, и Крыма, я думаю, все-таки 100 миллиардов хорошие деньги. Мы не знаем о нем ничего. Никто... Как будут распределяться эти деньги? Никакие планы, которые связаны с производством этих вертолета-носов и так далее, и так далее. Вот при... Эта секретность замечательная питательная среда для коррупции. Как можно сказать, что кто-то что-то своровал, если неизвестно, сколько он получил? То же самое можно сказать, в общем-то, при относительно невысоких зарплатах люди, которые работают на оборонных предприятиях, в общем-то, незащищенные люди, экономически незащищенные. Поэтому в принципе такие эксцессы возможны. Это были все самые важные и интересные новости из Крыма, которые нельзя было пропустить. Следите за следующими эфирами радио Крым Реалии на нашем YouTube-канале. Меня зовут Сергей Макрушин. Пока! Редактор субтитров А.Семкин